Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я поздно, значит у нас 25 августа по 12-го, даже тут 32 градуса, здесь уже даже не 32, а 36 градусов голубятни. Сами понимаете, жара, пик оспы, пик оспы, пик линьки у голубей, ну и как всегда, как говорят, вода камер точит, как всегда показывают состояние песку вновь, ну голуби-то взрослые, у них состояние-то ничего не будет произойти. В предыдущем ролике, там ребят спрашивают, отрезной хвост, печать шеи, вот, отрезной хвост, то есть хвост полностью черный, красный. Печать шея, шея должна быть как печать круглая, вот это печать шея, вот видите, вот это печать шея, вот это не печать шея, это уже с чапиной идет. Печать шея, это обозначает, ну круглый, прямо вот круглый-круглый, вот, ну, де-факто вот показал, да, вот как печать должен быть на шее, это называется печать шеи. Да, ну это то, что я наглядно показываю, дорогие мои, еще, 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 еще раз, чтобы вы поняли, что главное, главное, правильное содержание голубей. Главное, не этот, там, никакие лекарства найти, суперсовременные, современные прививки, то другое, да, а главное, правильно, правильно содержать. Да, значит, многие, как бы, знают, что на Кавказе жили и живут, как бы, долгожители, ну, вот почему на Кавказе там живут долгожители, да, дорогие мои, основная причина, это воздух, это вода, это еда. Да, ну, все прекрасно знают, что кавказцы употребляют очень много трав, растений. На самом деле, для нас, там, для многих, это сорняки, это бутыр, это ничего хорошего, но в этих же травах, именно, находятся все лечения, все нормальное, все самое лучшее. В общем, то есть, вот, как бы, как бы, в них и находится все лечение, девушка. Поэтому, дорогие мои, почаще надо, я объяснил, почему моей в голубятни не бывает никогда оспы, ну, 6 лет я подряд показываю, да, Почему не бывает оспы, дорогие мои, потому что я постоянно своих голубей даю, своих голубей даю, портулак, лебеда, обязательно в порядке. Плюс остальные, одуванчик, подорожник, мята, петрушка, лук, чеснок, черемчаток, то есть, все-все, что попадается под руки, То есть, вся, вот это, да, там, все сорняки в огороде, для нас это, как бы, сорняки, для огорода это сорняки, а вот для голубей это очень полезные вещи. Поэтому, дорогие мои, необходимо, необходимо дать вот все вот эти вещи. А, там, значит, про чубов я как бы не рассказал, про чубов и про лох мы тоже расскажу. Значит, есть такие фразы еще, косачубы, носачубы, острочубы, в общем, да, то есть, что это означает? Ну, носачубы это вот эти, да, там, узбекские голуби, там, у них двух чубы, носачубы, И, помимо чуба, чуб это вот такой хохолочек на голове, значит, помимо чуба у них еще идет этот, возниклю, вот такой чубчик маленький растет. Это, ну, носачубы, если и сзади чуб, и спереди чубчик такой, то это называется двух чубы и голуби. Значит, косачубы и голуби, это когда коса, чуб кривой, косой идет. Есть острочубы и голуби. Острочубы и голуби, это, по-моему, душамбинская порода, у них на шее вот такой, вот так, ну, как будто, это, да, там, перочки неправильно, вот, торчит, прямо на шее, не на голове, а на шее, вот это. Это острочубы и голуби. Так, ну, по поводу этих, да, лохма, значит, голоногих голубей, голоногие, это ноги голые, то есть, открытые голые, это, да, то есть, там, лапки видны, это голоногие голуби. Их еще называют босиками, босики, ну, босые. То есть, тут нету, есть такие чулочки, чулочки, это когда уже вот этот пирог идет до самых лапок, до самых пальчиков. Сейчас посмотрим, где у нас тут с чулочками. Вот это чулочки, видите? Прямо до самых, вот там, с-под конца даже видно, да, до самых лапок идут, это чулочки, ну, как чулки надетые. В общем, есть штанишки. Штанишки, это когда уже чуть ниже, это, да, ну, мне, как бы, с этой темой проблематично, я, как бы, держу, держу, держу. Ну, как бы, знаете, да, там, ну, вот, скажем, вот, как вы, это, да, вот, получается штанишки, в общем, то есть, то, как раньше, вот эти, галифеи штанишки были, есть сапожки, в общем, вот она, вот это сапожки, да. А есть уже лохмы, такие длинные, их еще саблями называются, это вот по бокам, вот, в основном будут две экскери птицы, вот, северокавказские, такие, да, там. Сабли вот такие вот, ну, как перо на крыле, вот такие же, да, там, это по лохмам, получается, значит, 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 да. Да, это все декорация, значит, по названиям голубей, в общем, да, вот, ну, у разных народов разное название. Я, допустим, назвал вот эти, да, бойные голуби, вот, армянские, бакинские голуби, краснодарские голуби, как мы называем. Ну, помимо этого есть еще и другие голуби, да, там есть узбекские голуби, пакистанские голуби, ну, вот, у узбекских там совершенно другие названия, ну, окрас похожи, да, вот, допустим, чили наши, ну, это, да, в общем, у них ближе, вот, как вот этот, там их там, бадамы, сачи там всякие, вот это, да, луды, это те же самые дикари, ну, это, как бы, на среднем, это, да, на узбекском языке, на туркменском языке, вот, как это, да. Я не специалист по узбекской птице, я их не держу, показывать не смогу, в общем, то есть, кто любит, как бы, узбекскую породу, он просто может посмотреть у тех ребят, которые держат это, да, и они там, да, сад, ну, есть название то же самое, да, там, по-моему, малая, это желтая, все такого типа. То есть, ну, уже, как бы, на узбекском языке. Значит, другой вопрос, который ребята еще раз задают меня, что делать, говорит, голуби клюют песку ног. Ну, за столько лет я показывал не только, что у меня оспы не бывает, а еще и показывал, что мои голуби не клюют. Ну, про это у меня есть, как бы, отдельные ролики, я досконально все объяснял, но в двух словах опять скажу. Есть ганнибалы, как бы, в общем, среди голубей тоже есть такие, да, они до крови разбивают, кошки там, убивают тенцов, залежают чужие гнезда, в общем, убивают. И, что интересно, это генетически передается. Голубь, который был таким, его же пескуны точно такими же потом становятся, да. Ну, с такими голубями, как говорят, Горбатого только могила исправить. Ни клюв поджигать, ни то, ни другое, ничего не помогает. Есть такой клюв поджигает, там, кажется, помогает. Но все это не помогает, в общем. То есть, Горбатого только могилу исправить. Только в могилу отправят такие голубей, потому что он будет уничтожать вашего голубятика и скунов. Он не даст нормально. И при том, я еще раз говорю, это генетически передается, как бы, болезни. В общем, не заразные болезни, это не вертячка, не салмонеллез, но это вот такой, как бы, ганнибализм. А есть просто перышки, выклевывая, особенно вот сейчас, когда линька пошла. У голубей идет обильное, да, там, падение пера, вырастает новое перо. Для того, чтобы новое перо выросло у голубей, да, ну, скажем так, для того, чтобы голубки снесли, в организме яйца. В организме должно быть кальций. Если кальций не будет, она будет вам снестись мягкой, да, с корлупой, там, с пленкой будет нести яйца. Также для создания пера в организме нужны очень многие минералы, там, разные компоненты, чтобы, как бы, перо, серое, это, да, кормовое серо необходимо давать в это время почаще. Рыба и жир надо почаще давать, там, амига находится. И обязательно зелень, зелень. Вот тех голубятник, где у вас голуби клюют, если не ганнибала, клюют пескунов, дорогие мои, причина этого заключается в том, что нету зелени, не хватает того. А потом на яйца сидит, говорит, покорми меня. Ну, я сегодня поздно, я с утра как бы поболиться, поэтому поздно пью, что я иду. Папа, покорми. Папа. Папуся, покорми. Тот же большой дурачок, ты сам уже можешь кушать. Ты сам тоже, видите, клюет, я же в грез выкидай иногда эти. ну сейчас мы сделаем что будет так нет я сначала да это вчерашнем ролике я показывал с которым снова вытащил но там надо несколько дней там разговаривать поехали на рынок узбеки продают портуллак килограмм по 250 рублей получается я каждый день только тысяч на полтах вот она но я обычных режу сейчас я просто чисто покажу просто чисто покажу но режу кидаю этот потом принципе вот они листики сейчас обклюют я потом возьму стебельки нарежу и накину сейчас смотрите дорогие мои вот туда вот так насыпем туда сейчас насыпем туда сейчас смотрите сколько травы сколько травы тут сам бы я но голубей люблю не жалко хотя мы тоже иногда прошлый раз ганы когда приехал мы сварили целая каструль бомба прям и одновременно корма тоже накинул туда и посмотрим что голуби будет кушать форма не будут кушать или 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 ну я им обычно всегда режу тазик это да кормушка сыпает туда и как бы необычно вот все это но сейчас они увидят разочек поклюет и будут таскать то есть дорогие мои ну чтобы ваши голуби не болели оспы не приклеивали птенцов что надо делать почаще зелени надо давать полезны витаминчики нас через полчаса максимум из целого ведра вот этого портулака останутся одни стебельки они все светут вот де-факто все показывают дорогие мои жарко даже ли не вот этот красивенький пескунчик уже мрамором становится помните он сначала желтой была голова потом кольцо такой хомутом на шее изменяет цвет смотрите как они сметаются вот это дорогие мои будут ли у вас точно так же делать поначалу нет конечно но приучите будете замечать и почему да потому что даже мы когда самые вкусные блюда когда впервые ставить перед вами на стол да уж не так кушать и насторожкой начинайте кушать попробовали поняли что это бомба и все начинаете наяривать то же самое голуби ну как вы поняли они уже корме кушает они все сидят уже на этом на портулаки ну это вот мальчик генералю на ждем на это тренируется тренируется как барцы берут через себя выбрасывает они тоже вот это леточка берут там через себя выбрасывает ротик не открывает по новостям а что и какие и ты pud но Погарми Ветер плавает Ах, да, да Кш-ш Дураки тут Такое добро валяются Че им летать тут Летать еще успеют Кш-ш 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 Ветер в ту сторону, а туда у нас и Оно, но в ручке. Генеджан, это твоё чудо, придётся спаровать. Ну, видите, он хорошенький, горячий. Горячий Питер. Голубям небо, не забудьте зеленью покормить, это необходимо. Чем прокормить, портулак прокормите, лебеду дайте, пусть голуби кушают. Подорожника, одуванчика, много-много чего. Столько полезно. Морковку, петрушку, клуб, чеснок, кинсу, базилику, мяту нарежьте. Все, что мы кушаем, семена от перца дайте пусть кушают, зеленого перца, болгарского перца тоже любят, они кушают. Косточки от дыни, от арбузов дайте пусть кушают, молодые побеги от винограда нарежьте пусть кушают. Все, все, что есть, то и дайте пусть кушают. Это для них очень полезно. Удачи всем, миру веру, голубам к небу. Идем, идем.